так ну всем еще раз здравствуйте и как вы видите у нас такой типа эпиграфа до такого получается на сегодняшнее занятие на принципе вообще на всю вот эту книгу эта фраза которую жан сказал когда ну там как очередной раз в конце этой истории жан говорит фразу очередное столкновение цивилизации дикости закончилась в пользу дикости да то есть нас с вами получается действительно люди которые прилетают на эту планету они у нас люди более высокого уровня развития до в технологии в знаниях и они когда сталкиваются вот с этим октин хашем дикарем да да даже вот с белогурочкой да когда идет андрей с белогурочка проходит до подземелья ведьм мы можем видеть что белогурочка лучше ориентируется и выживает в этой территории да то есть андреи там бы очень быстро поймали на самом начале пути вот белогурочка видит слышит читает знаки вокруг себя она знает что где на этой планете вот на планета опять же очень странно да было бы она просто из того периода когда веке племена населяли планету было бы проще но там какая-то смесь смесь какой-то технологии высокой какой-то цивилизации оставленной до диких племен первобытных еще этих обезьян и динозавров то есть короче все всего и понемножку да так вот когда белогур когда захватывает октин хаш захватывает станцию да белогурочка находит андрея андрея удается освободиться жана то есть их там несколько человек живых остается а жана забирают отвозить подземелье ветер да и вот белогурочка белогурочка она объясняет андрея почему да почему она ему помогает почему они не могут отбить жана допустим октин хаша тоже да почему они не могли помочь когда захватывали станцию у нас мало воинов сказала белогурочка совсем мало сколько пальцев на руках понимаешь 10 10 и еще два и отец мой больной отец сказал октин хаш нарушил мир октин хаш враг враг наши наших друзей ты понимаешь он убил господина конрада он убил мидеев он увел в плен троих мужчин акселя убили акселя убили а мы не могли убить октя над хаша у него много людей они смотрят потом мой брат прискакал и говорит того кто прилетел вчера повезли к святилищу ведьм с ним две руки воинов две руки воинов это сколько сколько у нас две руки воина 20 20 мне интересно либо 10 либо 20 да ну как считать если на двух руках пальцев то 10 должно быть по идее 10 но тут что-то как-то не ну повез но кто повез да кто охраняет и колдун который не мужчина тогда я сказал мужчина который прилетел вчера великий вождь андрей отец болен нам нужен новый вождь ты будешь мой мужчина ты понимаешь почти все сказал андрей сдерживая улыбку он и не подозревал что его судьбой намерен распоряжаться не только октенхаж андрей когда прилетел октенхаж его засчитал как они чувствовали вот эту субординацию есть октенхаж определил андрея как вождя да но и племя белогорочки тоже определяет его как будущего вождя всем нужны сильные вожди да особенно те вожди которые имеют доступ к оружию еще ко всему правда белогорочка угадала улыбку в его глазах не смейся она ударила коленями коня и тут взбился на дыбы ты будешь смеяться я тебя убью нельзя смеяться надо мной духи увидят что смеются над дочерью вождя и будет позор нашей стаи я не смеюсь сказал андрей рассказывать дальше мы догнали вас у маленького леса где надо спать почему вы выехали вечером почему мы выехали вечером спросил андрей а потом остановились это ясно сказала белогорочка почему-то она полагала что ясное ей должно быть ясно и андрею то есть объяснение не будет это ясно у нее вот эта фраза периодически звучит да что что-то такой глупый то что не можешь понять почему все все знают да ну вот такая такой характер у этой белогорочки как раз там а дальше смотрите как она ориентируется в этом мире да то есть андрею вот это как бы не дал это почти телепатия уже да все сказала белогорочка катурадж что катурадж это значит прощай сказала девушка с кем ты прощаешься с братом сказала белогорочка его больше нет он умер он ушел туда белогорочка показала вверх к редким перистым облакам лицо ее было спокойным непонятно было горевала она или смирилась неизбежно это все я придумала как я тебя разбужу и выведу один человек рядом с тобой проснулся я его убила я тебя вывела и мои братья напали на колдуна его людей а потом они поскакали в другую сторону колдун думает что ты вместе с ними и они скачут за моими братьями а мы перешли реку они догнали братьев они догнали одного брата другие ускакали ты так далеко слышишь я слышу тут она показала себе на грудь а тут она показала на ухо слышу как колдун и его люди вернулись маленький лес и теперь ищут наши следы скоро они поскачут сюда вот андрей до которого сейчас что у него есть ну знания до которые у него есть они все связаны с техникой до цивилизации и прочим но у него сейчас нету техники никакой в руках и доступа к ней сейчас нету и белогорочка который никогда не было техники но она знает как ориентироваться вот в этой территории и без приборов всяких да она далеко слышит очень тонко чувствует она понимает реакцию даже животных птиц вокруг то есть ей очень много говорит сам лес сама планета андрея этого нету андрея да вот 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 вам разница да когда нужны такие знания а когда нужны такие знания помните поселок кира булычева мы рассказал разговаривали про поселок помните да там кто у нас был там у нас были олег и дик да олег занимался наукой да и стремился приборами приборах разбираться там и так далее то есть как только они подошли космическому кораблю олег стал сильнее дико потому что у него знания были направлены на технику технологию и в корабле он разбирался лучше чем дик а в лесу и в поселке главный дик потому что дик разбирается в том что можно есть что нельзя есть чьи это следы на кого можно нападать из чего что-то можно сделать дик ориентируется в дикой планете да олег ориентируется в цивилизации чьи знания важнее по вашему олега или дико белогурочки или андрея чьи важнее просто вот как вы как вы считаете как вам кажется тут нету однозначно правильного ответа нет вообще точно ну тимур ты как думаешь чьи важнее белогурочки или андрея здесь вот наверное белогурочки наверное белогурочки вот в данный момент правда то есть мы говорим что все зависит от ситуации да по идее бы хорошо бы было чтобы и того и другого да человек не зря же у нас есть такие курсы да и программы такие есть как выжить допустим если в лесу заблудился как выжить на необитаемом острове бесполезных знаний не бывает да и все зависит от ситуации вот сейчас поставили ситуацию андрея в ситуации что у него нету ничего на незнакомой планете и без всяких техник технологии и вот белогурочка оказывается сейчас умнее сильнее и вы же для выживания она лучше знает что делать все с ситуацией зависит так и вот сейчас у нее она она главная сейчас вот пока они идут она главная андрей может только и помогать появляется ящер то есть вокруг такая вот они интересно он написывает когда они идут там то какой-нибудь ящер то мама то еще что-то попадается да такое то шоссе то есть где-то где динозавра где шоссе да так вдруг ящер резко поднял маленькую изящную измененную голову голову увидел что трощи по реке скачут маленькие всадники смотри белогурочка сказал андрей он отбросил недоеденный кусок мяса и сделал шаг коню конь тоже насторожился его ноздри затрепетали я слышу сказала белогурочка она подобрала земли кусок мяса и спросила ты не будешь есть нет не кидай мясо это пища его надо класть в сумку если не доел она говорила голосом старшей сестры которая вынуждена втолковывать простые вещи неразумному братцу но что делать если такой вот попался до неразумный она очень рациональная девочка да то есть она знает что но еда священна в этой местности и как бы там в конце она тоже ему оставляет еду и поясняет игры тебя оставила еду я подумала ты будешь голодный тебя надо кормить если ты погибнешь тогда я съем сама вот четкая рациональность да просто то есть никаких этих если ты погибнешь я никогда не буду есть этот кусок нет ничего не должно пропадать но эта рациональность при том что ресурсов немного ресурс ограничены да и поэтому надо трезво рассчитывать до каждый шаг а если ты каждый шаг не просчитаешь что можешь поплатиться жизнью да это андрея там легко но все заканчивается он может улетать да белокурочка понимает что дальше ей отвечать за ее племя и ее племя с уктенхашем еще не доразобралась то есть уктенхаш будет на них нападать и надо думать дальше вот и тут еще интересно тоже моменты да когда они попадаются к ведьмам давайте немножечко да так сейчас да да ведьм да стоит этот отряд октенхашевских этих воинов да белокурочка никуда не бежит почему не бежит потому что она четко знает что они до них не достанут да ящер побежал от воды навстречу с посадником и тут андрей услышал нарастающий шум глухой и непонятный у него была такая грозная настойчивость что андрей замер глядя туда где в остатках тумана нечто огромное и несокрушимое двигалась вверх по течению он даже не произвольно отступил на несколько шагов вверх по склону но остановился белогурочка не тронулась место четко знает что ничего не будет да всадники заметили беглецов они стали осаживать коней один из них поднял лук и выстрелил через реку стрела не долетела до белогурочки тогда самый отчаянный из воинов ударил коня хлыстом тот подчинился хозяину и помчался они не понимают да что нельзя белогурочка точно знает что нельзя если ничего из этого не получится словно разворачивали гигантский сверкающий ковер а круглым валом поднималась волна выталкивая пеной мирно журчавший слой воды всадник который столь неосмотрительно подскакал к разворачивался конь перепугался крутился на месте когда вал ну вот эта вода вот такой волной большой был уже близко он сбросил всадника их обоих подхватила вода закрутила андрею почудилось на секунду что голова лошади показалась в пене но вал уже промчался дальше вода успокаивалась река стала вдвое шире угасающий грохот волны дополнился звонким смехом белогурочки ты что спросил андрей все еще потрясенный ты видел как смешно сказала она вытирая слезы ях и нет его не знаю сказал андрей по моему это не смешно он был враг пояснила белогурочка психология белогурочки если враг погибает это хорошо можно даже смешно да психология человека высокой цивилизации кто бы не погибал это плохо да в то же время если бы этот всадник добрался до андрея ничего хорошего бы ему не было до андрея вот вам пожалуйста тоже разный подход немножечко да но смысле вообще разный вот теперь смотрите система сигнализации старые времена когда-то в древности до людям жили без интернета как-то и даже без телефона да а общаться как-то надо было и вот вам пожалуйста общение один из вариантов воины октянахаша сошли с коней собрались в круг над ними поднялась тонкая струйка черного дыма она становилась гуще и поднималась все выше потом колдун что-то кинул костер и дым стал оранжевым что они делают спросил андрей это знак сказала белогурочка они дают знак своим людям на этом берегу они видят знак и спешат нас схватить понял сказал андрей на этот раз он с первого раза вскочил на коня и конь видно привык уже к нему вскоре преследователи скрылись из глаз но стал бы черного и оранжевого дыма виднелись еще долго подавали сигналы и общались с помощью дыма когда-то что далеко разносится что далеко видно дым что далеко слышно какой-нибудь стук до типа барабанного боя вот всяческие до варианты вот эти трубы до которые древние варианты вот это вот инструментов через которые можно было трубить громко да тоже использовалась то есть каким-то образом надо было передавать до на расстояние сообщение хотя бы сигнал опасности да и вот один из систем передачи информации вот такой вот ну и по дороге андрея попадаются достаточно загадочные вещи да которые говорят о том что когда-то на этой планете были как они называют старые люди старые люди это какая-то цивилизация загадочная до которую земляне не знают они не знают кто был на этой планете да но видно что это большое ну высокого развития тоже цивилизация со своими инструментами так далее да ну с космическими кораблями естественно вот вот например они попадают в ущелье как выглядит ущелье да такое между скалами да такое как траншея такая да сделано словно громадный меч прорубил его то есть его вот так вот отвесно очень ровно до вырезали плоское дно было усеяно обкатанными камушками далеко впереди дрожал вертикальный столб света ущелье было идеально прямым даже маленькая неточность без которой не может обойтись природа не дала бы возможности увидеть его дальний конец откуда это ущелье спросил андрей старые люди сделали сказала белогурочка этого и следовало ожидать значит она тоже думает что ущелье сделано я вот не знаю каким образом это можно сделать то есть представитель земной высокой цивилизации не в курсе каким образом можно делать такое ущелье а есть на земле такие памятники старины которые до сих пор никто не может сказать как их можно было сделать есть такие загадки и загадка да и как бы ну если бы сохранился в том виде в котором он был может разгадали бы для чего он сейчас пока даже не знают для чего добыл еще какие места но те же пирамиды в египте как вы думаете как их строили у нас в свое время школе учили что там много много рабов брала эти плиты только плиты идеально тоже обработаны с идеальной поверхностью до притерты друг другу и в принципе конечно если очень-очень мучиться то конечно можно но их слишком быстро строили и слишком идеально чтобы это было без инструментов ручным трудом рабов короче очень много загадок действительно по древным вещам про которые можно сказать а вот мы не знаем как это можно построить да попробуйте кстати есть очень интересная программа группа энтузиастов строит средневековый замок пытаясь воссоздать все все технологии которыми их строили то есть не используя современных технологий до инструментов очень интересно снятые такие фильмы так что посмотрите кому интересно правда хорошие поищите на ютюбе вот видите какая красота да ведь какие они громадные были моменты а потом начинается еще вот это ущелье которое непонятно кто до построил а вот например вот такая еще штука андрей заметил что стволе дерева в метре над его головой что-то блестит как будто в скалу врезан большой стеклянный глаз это могло быть натеком смолы обкатанным кристаллом хрусталя вросшего в породу подними голову пришептал андрей ты такое видела это глаз белокурой белокурой белокурочка я видела это глаз старых людей мне говорил отец они есть других местах что это может быть за глаз старых людей функция этой вещи какая может быть если это глаз увидеть ну наблюдение камера скорее всего очень может быть что наблюдение так дай-ка я до него доберусь сказал андрей нет нельзя прошу прокричала шепотом белокурочка она была смертельно испугана нет почему нельзя кто это тронет сразу умрет нельзя откуда ты знаешь это знают все сказала белокурочка я тебя прошу андрей подчинился загадкой больше загадкой меньше не забываем что андрей в общем-то технарь инженер да возможно с глазом бы он и разобрался но неизвестно какая охранная система поставлена была старыми людьми на глаз то есть насколько они были гуманными по отношению к дикарям которые могут снять этот глаз да дотронуться испортить возможно и не очень гуманные вот а дальше андрей попадает в подземелье ведьм так называемое то есть добрались мы до ведьм на самом деле на поверхности земли находится всего лишь шатры не особо отличающиеся от тех шатров что ставят дикари когда андрей туда забирается он пытается мыслить что бы он сделал если бы нужно было бы спрятать какое-то помещение сделал бы так чтобы невозможно было обнаружить ход но сход был бы под землю да то есть подземелье и вот он находит этот ход там была неглубокая шахта со скобами в стенке то есть и по лестнице да вниз колодец был выдал плен в скальном массиве умение вовремя исчезнуть весьма повышает авторитет волшебников правильно правильно андрей наступил на скобу спуск был прост скобы кончились андрей стоял в туннеле слабо освещенным желтым светом факела укрепленного в стене мгновение воздуха скользнуло по щеке андрей отшатнулся черной маленькой тенью пролетела летучая мышь никакого плана у андрея не было он знал лишь одно надо быть осторожным и чем позже его заметят тем больше шансов чего-нибудь достичь он шел медленно гладкий пол приятно холодил разбитые ступни впереди туннель пересекался другим не знаю как вы я бы туда не полезла но честно я боюсь вообще таких помещений да еще в одиночку а если там еще какие-то ведьмы то там тем более в общем-то не очень радостно но бывают ситуации когда просто уже деться некуда да ему надо выяснить где его друг жан и поэтому он идет этот гулка застучали шаги андрей успел лишь прижаться спиной к стене прошла ведьма старуха прошла близко она несла в руке какой-то металлический предмет из-под капюшона виднелся острый профиль как у старой крысы нижняя часть лица была скошена и стремилась как и лоб кончику носа чуть повисшего от старости шаги старухи раздавались часто и дробно будто у нее четыре ноги даже хотелось приглядеться нет ли хвостам черное одеяние волочилась по земле на оружие лишь белые пальцы руки лицом было что-то зловещее в деловитости ведьмы она прошла по коридору перпендикулярному туннелю где стоял андрей когда ее шаги затихли андрей добежал до слияния туннелей и осторожно выглянул он успел увидеть как старуха остановилась у гладкой стены провела по ней рукой стене обнаружилась черная дыра в которой ведьма и скрылась кто такие ведьмы помните кто дочитал да кто такие ведьмы были это они были роботы да а вот теперь вопрос значит ну понятно что скорее всего это старые люди опять же до которые оставили роботов исследователи на планете а вот зачем роботам делать такую внешность фильме кстати по-другому сделали совсем робота ну принципе да зачем так такое лицо да зачем волочится одеяние по земле оно же должно да робота должно быть ну строение робота должно быть ну максимально практичное да такое какое-то а зачем здесь то есть какая цель была зачем такое вот создавали робота такого с острым носом с длинным одеяния эстетические чувства ну когда создавались эти робота роботы до старые люди они наверное на вот здесь вот сейчас можно объяснить это тем что робот должен был восприниматься дикарями как действительно ведьму то есть если бы это был просто такой какой-то механический человек да то дикари бы не поняли просто чего бояться вот а здесь вроде бы как вот совпадает с их всякими там представлениями о чем-то страшном и поэтому они этих ведьм боятся а вот фильме да тут совсем другое описание да это ведьма тут как бы и не скажешь что старуха да старуха просименила мимо сейчас остановится и скажет здесь человечем духом пахнет кого я напомнила андрею это ведьма кто у нас говорил здесь человечем духом пахнет фу фу баба яга баба яга конечно да то есть даже у человека цивилизованного сработал вот это вот ассоциация да со страшной бабой ягой что за чепуха лезет в голову три дня назад андрей и не подозревал что жизнь его будет зависеть от ведьмы шаги затихли андрей просчитал до 100 будем надеяться что ведьмы отправились спать тишина лишь сложном ритме падает потолка капли андрей вышел большой туннель он был естественным то есть его никто не вырубал стены неровные кое-где свисали сталактиты а дальше начинается что-то типа музея центр зала был заставлен витринами они были столь многочисленные стояли такими тесными рядами что не трудно заблудиться нет это не музей а запасных ну то есть там где не проводят экскурсии где собирают экспонаты просто протискиваясь между витринами андрей разглядывал экспонаты это были животные растения некоторые андрей уже знал то есть видел да уже на планете в расположении предметов ощущалась определенная система отличие от поверхности планеты где животные растения разных геологических эпох были безнадежно перепутаны музейном зале они располагались хронологической последовательности почему они думают то одинаково люди земли про развитие живых существ и растений по порядку да как это эволюционно должно быть и вот эти вот старые люди с другой планеты почему считается что они должны одинаково эту эволюцию представлять да то есть есть какие-то определенные законы да по которым считается что вот оно должно вот так идти от простого соответственно к сложному да приспосабливаясь сначала там амебы медузы да потом водные организмы потом начинается значит выходим на сушу начинаем приспосабливаться к суше да и так далее интересно что действительно вот оно как-то вот выстраивается в цепочку и по хронологии идет а на планете все это существует одновременно и в перемешку хотя так быть не должно если никто не вмешивался в развитие организмов на планете так быть не может если вмешались значит может быть значит было вмешательство да ну и скорее всего кто вмешивался старые люди больше вроде как ничьих следов тут нету да и как оно шло по порядку да то есть ближайших ко входу витринах лежали трилобиты кстати трилобитов следы сейчас есть у людей хобби у некоторых да искать камни разбивать их по линии определять да по какой линии разбить камень да и разваливается камень на две половинки там внутри виден вот этот трилобит след от него да очень интересно рыбы водяные растения громадные раковины панцирные животные примитивно громоздки неуклюжие членистые бесконечные черви морские звезды с размахом лучей в два метра лишь пройдя сто метров андрей попал в другую эпоху значит идем по эволюции дальше да он увидел земноводных кистеперых рыб выползающих на сушу примитивных ящеров мне интересно чем мы вообще на сушу поползли да в воде было так хорошо он дельфины до сих пор ни одежды им не нужно ничего да и чем дальше он шел тем крупнее разнообразнее становились ящеры и наконец он увидел витрину в которой стоял зверек покрытый шерстью пошло да пошла следующая ступень эволюции менее всего андрей ожидал найти в обитающей ведьм такой музей это раздражало потому что не укладывалось концепцию некто всесильный кто мог пронзить горы мечом послать сюда экспедицию с целью собрать образцы флоры и фауны затем что-то приключилось сбор экспонатов был прерван они остались подземном складе а сами собиратели улетели покинутый музей пробрались ведьмы которые сообразили что музей как нельзя лучше подходит для их тайных мистерий и обитают они здесь как крысы в покинутом городе не понимая смысла предметов которые их окружают получается ли это система или здесь есть ошибка у андрея в этом размышлении что он неправильно понял скорее всего верты представляешь что он неправильно понял так ну ребят попробуйте посмотрите да вот мне пример вот это собиратели улетели в покинутый музей пробрались ведьмы правильно и он думает или тут что-то немножко по-другому кто такие ведьмы ведьмы у нас роботы что они делают они вот он эволюцию ускоряют как бы чтобы не миллионы лет и в миллионы лет все произошло а в несколько тысяч так и еще именно ведьмы этот музей и собирают да да они как бы делают голограммы человека или животного и это голограммы в музей да да то есть они собирают да голограммы берут в пробы образцы да всего там кровь там вот эти вот клетки да вот но при этом то есть то есть это не чучело да из этих животных там и даже из первобытных людей все образцы это на самом деле просто изображение да вот и собирает этот музей именно ведьмы именно хозяева этих ведьм ускоряли эволюцию чтобы чтобы что неизвестно кстати вот непонятно их цель и непонятно почему вот сами владельцы хозяева ведьм то есть ведьмы это роботы они выполняют программу а вот те кто сортовал эту программу кто делал этих ведьм они улетели по какой-то причине их больше нет а ведьмы продолжают вот эту заданную программу дальше возможно через какое-то время планировалось что эти хозяева прилетят посмотрят на собранный материал весь да и что-то будут делать дальше а может эксперимент не получился да ну вот вот это вот в книге не не объясняется но факт тот что Андрей когда все это видит у него первая мысль что это все заспиртованные да там чучело там или заспиртованные образцы да и тогда действительно жутковато выглядят человекообразные экспонаты да в этом музее сначала обезьяны потом пятикантроп да это такие древние человекообразные да существа витрины где стояли эти существа соседствовали с чучелами пещерного медведя гигантского лося саблезубого тигра вот Андрей пошел быстрее стараясь не смотреть по сторонам жутковато если ты считаешь что это живые были существа то жутко и наконец добрался до конца выставки далее были лишь пустые подготовленные для заполнения витрины Андрей вздохнул с облегчением и взглянул на последнюю витрину на него смотрел Жан Жвирблис его друг худой высокий нескладный обнаженный и глупо постриженный поперек головы гребень черных волос глаза его были открыты карие умные глаза смотрели сквозь Андрея потому что никуда не смотрели короче у него шок он считает что вот Жан погиб и вот он Жан этот стоит теперь уже мертвый в этой витрине это жутко да но это неправда слава богу хозяева музея не улетали с этой планеты они продолжали пополнять музей то ли таясь глубоко в подземельях то ли изображая себя ведьм вот почему ведьмы требовали человеческих жертв им нужны экспонаты и тут к Андрею начинает бежит какой-то дикарь голый да вот Андрей услышал он Андрей это же вы я вас узнал слова относились к нему произнести их было некому кроме человека который за ним бежал Андрей остановился Андрей вы меня не узнаете это я Жан вот теперь страшно еще больше как это да привидение зомби кто именно да за мной бежит и это цивилизованный человек да один Жан мертвый стоял совсем близко второй живой запыхавшийся подбегал сзади да вы что закричал на него Андрей от злобного тона Андрея Жан остановился я не понимаю сказала что-нибудь еще произошло я что-то не так сделал вопрос не о том что вы сделали сказал Андрей не двигаясь с места вопрос о том что с вами сделали а вдруг вы вообще инопланетянин да в теле Жана пока ничего сказал Жан а это кто Андрей показал на тело Жана в витрине это отличная голограмма сказал Жан если бы я не знал что я здесь решил бы что я там понимаю но зачем им снимать с вас голограммы и выставлять здесь они же имеют вас во плоти я вам скажу Андрей это удивительное достижение когда они делали я любовался вы думаете это просто голограмма это качан капусты миллион голограмм по слоям моего тела оно все закодировано там до последней клетки это совершенный памятник мне завтра утром меня отдадут колдуну и его воины кинут меня акули вы видели какая тут в озере живет акула видел я погибну а у них останется точная моя копия пойдемте отсюда сказал Андрей поговорим там снаружи они могут в любой момент хватиться смотрите да то есть ведьмам дикие племена отдают ведьмам своих пленников ведьмы снимают голограмму и отдают пленника обратно племени чтобы племя этого пленника значит кинула ну как то расправилась с ним да то есть ведьмы сами никого не убивают но чтут обычаи и дают за это оружие еще там что то да в основном оружие этому октину хашу нужно да вот ну и как Жан говорит да пока с него снимали голограмму он пытался задавать вопросы этим ведьмам смелый человек вот и значит как он понял они настоящие ученые экспериментаторы они собирают музей никому не вредя они берут на прокат лишь тех кому по законам степи положено погибнуть вот и все да вот и и Жан принял ведьм за инопланетян Андрей же довольно скоро понимает что это роботы и соответственно он выключает этих роботов и они берут с Жаном одежду ведьму что они хотят сделать да Тимур я просто хочу сказать там ведьмы в книжке ну они совсем не так как ведьмы в фильме в фильме там они вообще ну сопротивлялись ну вот и дрались там а в книжке там просто раз раскрутили там все и все да 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 совершенно правильно да но в фильме вообще больше как бы более напряженно сделана вот эта развязка последняя начиная с ведьм там красивые драки надо было да сделать и прочее то есть совсем концовки расходятся вот и вот это вот взрыв всей этой станции с ведьмами тоже в конце фильма там действительно концовка вообще другая вот и они когда с Жаном берут вот эти одежды ведьм расчет идет на то что а они дикари они все боятся ведьм мы придем к ним в одеянии ведьм и они нас будут слушать а вот не надо недооценивать людей если они дикари да они дикари то дикари но на свою то пользу они довольно часто неплохо соображают вот соответственно Андрей был убежден что Октенхаш испугается он не может не испугаться на этом строился весь расчет Октенхаш поднял голову тонкие губы были растянуты в улыбке толстый колдун хихикал словно кашлял черные ведьмы остановились у входа мы не довольны того Октенхаш сказала одна из них Октенхаш смотрел на басы израненные ноги ведьмы колдун задыхался от смеха ведьмы никогда не приходят сюда сказал Октенхаш мы ходим к ним но если кто-то надел на себя черную одежду ведьму он будет нашим гостем что он говорит спросил Андрей он догадался что мы не ведьмы мы смотрели как вы шли вокруг озера сообщил Октенхаш вы убили ведьм и дальше идет абсолютно рациональное мышление да мне не жалко ведьмы давно уже ничего нам не дают вы правильно сделали что убили ведьм садитесь будем вместе пить и говорить он засмеялся удовлетворенно приятно быть умнее противника а Октенхаш опять был умнее пришельцев он заговорил Андрей откинул капюшон Жан переводил когда поймали белогурочку он сразу понял что ты близко ты настоящий вождь а вождь не сидит в кустах он думал что ты нападешь на него но ты пошел к ведьмам и это правильно что такое жизнь женщины когда есть мужчина из своей стаи то есть ты пошел спасать Жана а не белогурочку это правильно чувствуете да подход вот подход это был Андрей немножечко другой но как бы Октенхаш рассчитал немножечко вот в эту сторону вот и дальше Октенхаш свою ему нужна вот его польза ему нужно оружие ему нужен союз с этими людьми и так далее Октенхаш собирается побеждать и как бы довольно сложно будет с ним дальше я думаю что вот после того как все это закончится история да у них там будет очень интересно с этим племенем потому что Октенхаш он не глупый как говорится опять столкновение с дикостью завершилось в пользу дикости да вот короче пока на данный момент так как они зависят от Октенхаша они не отказываются иметь с ним союз и давать ему железо да вот скажи ему произнес Андрей что мы подумаем хватит с него оружие он же бандит сказал Жан мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой сказал Андрей ты хочешь чтобы акула от тобой позавтракала я не хочу у нас полная свобода выбор короче на данный момент давайте договоримся так да а потом в итоге когда все заканчивается да то есть с орбиты прилетают люди помогают Андрею и Жану да и наступает момент когда Андрею надо улетать и он довольно кстати опять же немножко по другому в фильме и он довольно рассудительно думает что он не может оставаться тут на этой планете он не хочет конечно ему тут делать нечего особенно да брать белогурочку с собой зачем что она будет делать на земле в этой цивилизации она здесь на своем месте у себя дома да она знает эту планету прекрасно она там будет как сорванный цветок да себя чувствовать и так далее все это очень хорошие такие благородные мысли да но в конце концов все-таки побеждает не рациональное вот это вот мышление да а чувство и возможно что это к лучшему и он забирает белогурочку с собой что может быть дальше в этом союзе да возможно Андрей с белогурочкой вместе будут прилетать на эту планету и выполнять какие-то задачи да вот возможно белогурочка будет учиться дальше она умная правда она может быть постоянно будет кричать что мне это не нужно я и так это все знаю зачем мне это все и прочее будет скорее всего да вот а что проще бы было белокурочку на землю с собой взять или Андрею остаться на этой планете и что-то делать работать лучше Андрею было остаться ну потому что как-то мне кажется ему будет легче привыкнуть на белогурочка там все время будет пытаться поймать что-то поохотиться если а если а если останется Андрей то ему не так хотя не знаю да это вопрос спорный конечно кому кому легче да привыкать к какой ситуации но Андрея допустим там может быть работа да какая-то в этом плане он может заниматься какими-то своими да там исследованиями на этой планете вот и постепенно обучать белогурочку чему-то но скорее всего что она будет тут очень много вопросов кстати по поводу вот этого в фильме более логично он остается а в книге получается что она улетает с ним вот но тогда получается что племя остается вообще она же дочь вождя на кого она оставляет племя да там там много вопросов в итоге получается с концовкой автор не задумывался об этом моменте у него кстати вот по поводу задуматься о том что будет дальше самая самая такая законченная книга это поселок вот а здесь остаются вопросы вопросов много но интересно все тогда с вами поговорили про эту книгу кто не читал почитайте интересное вот про кино уже сказали что немножко расходимся угу вот ты сказать что-то хотел тимур все 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 тогда до свидания до следующей недели спасибо всем да полина спасибо 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 спасибо